Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Бойн, империи рушатся, распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги Skyway, также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Начинаем наш дневной вебинар. Сегодня вечерний. Также проведем и нас вебинар сразу, хотим предупредить, не будет, так как Сергей Анатольевич будет в дороге, я уже тоже буду в дороге. Сегодня вечером нужно будет уже улететь. Это все касается подготовки, в том числе к событию, достаточно грандиозному, которое мы будем освещать очень серьезно и наверняка будут включения в Перископе и при достаточном интернете обязательно в ВКонтакте буду делать трансляцию. Это касается события, то, что называется Оскаром в транспортной индустрии, то есть инновации. И не так давно приезжал, я присутствовал на общении именно с представителем «Золотой колесницы». И действительно была установлена договоренность со Skyway, что желает увидеть Skyway в качестве не просто участников, а в качестве претендентов на получение такого транспортного Оскара. И, дорогие друзья, это абсолютно, так скажем, логично, потому что Альберт Жуков вручал уже «Золотую колесницу» в 2009 году, когда разработка Анатолия Эдуардовича была признана одной из самых, не то что перспективных, а вообще самых лучших в тот момент транспортной отрасли. И так вот символично, я символику люблю, как многие прекрасно помнят, 8 лет прошло, и если цифру 8 чуть-чуть перевернуть, то это будет бесконечность. Поэтому очень символично именно в 2017 году, после 2009 года, вручить «Золотую колесницу» именно таким мощным представителям транспортной индустрии, это не будут ни «Гиперлуп», ни в коем случае ни «Эджекс». И про «Эджекс» Михаил Кориченко задавал очень каверзные вопросы. Я рекомендую просто-напросто всем ознакомиться с новостью и посмотреть видео на официальном канале, где Пальберт Жуков говорит, рассказывает, каким образом вообще развивался путь сотрудничества со Skyway. И я могу сказать, что люди такого уровня, которые действительно прошли своеобразный путь, тоже от становления до признания на международном уровне, то есть сейчас это такая общая мировая практика. И спросил Михаил Кориченко у Альберта Жукова, почему была вручена колесница «Золотая Эджекс»? не так давно, несколько лет назад. И, соответственно, тут я могу сказать, что по видео было понятно, как растерялся Альберт и абсолютно правильно сказал, что вообще как бы с Австралии было не так много претендентов, дорогие друзья. И, соответственно, сейчас можно сказать, что на тот момент не возникало каких-либо противоречий, сомнений брать этот продукт, так называемый, недоделанный продукт, скажем, Эджекс, который вообще не просто недоделанный, еще непонятно, это обстановление прошел или нет. И, соответственно, так как единственная заявка была с Австралии, подумали, почему бы не взять. То есть я могу сравнить это с таким вот моментом с фильма, который мне нравится, «Эдди Орел». Там участвовал в зимних видах соревнования молодой человек, который был единственным участником и, соответственно, победил в отборочном туре от своей страны, небольшой страны, которая в зимних видах не участвовала. То есть я считаю, что это достаточно такое серьезное сравнение, потому что когда нет конкурентов, когда нет с кем соперничать, когда не дышат в спину, то можно участвовать в конкурсе и даже побеждать. И, соответственно, от Австралии Эджекс были на тот момент признаны, и сейчас Пальбер Жуков сказал, что совершенно другое отношение к Эджекс в транспортном мире, и все увидят в том числе и такое информационное освещение нашего проекта и истории взаимодействия в том числе с Эджекс, и это и многое другое. Вы, дорогие друзья, можете увидеть в репортаже, который я могу сбросить. Это именно новость головной кампании. Посмотрите, здесь все достаточно подробно описано. Мы с Сергеем Анатольевичем от Skyway Capital обязательно будем присутствовать, то есть я буду снимать также на GoPro, все никак не могу выбраться в Москву, так вот именно, чтобы на полдня и найти микрофон, поэтому звук постараемся, чтобы был получше, но посвящение, потом такой вот репортаж от Skyway Capital обязательно будет. Ну и, естественно, Перископ, естественно, ВКонтакте, то есть это при стабильном интернете. Но я думаю, что на событие такого уровня, которое пройдет в городе Прага 23-24-го включительно, и, соответственно, там, естественно, интернет будет, и я могу сказать, что будет представлено очень много потенциальных, интересных для нас связей именно с европейской частью, так как в Европе планируются адресные проекты, несмотря на то, что Европа достаточно серьезно зарегулирована, и я называю это чашей весов, такой Skyway, когда сейчас в Европе не самое время прямо вот сейчас начинать адресные проекты, потому что нужно пройти все-таки по определенной инстанции, именно вот бюрократию такую европейскую, но зато как в Европе пойдет, я могу сказать, это пойдет, полетит просто как локомотив Skyway, и мы слышали и помним, для новичков я хотел бы напомнить, что именно вот координатор Международной железнодорожной ассоциации, с которым мы познакомились в Париже, приехал на Экотехнопарк и специально посетил с целью именно анализа и своего взгляда на технологию Skyway, и было сказано, что теоретически может быть подготовлена целая платформа на ход проект Skyway, которая достаточно такая будет инновационная, совершенно подготовленная именно под наш транспорт второго уровня и минимально соприкасающаяся с железнодорожным транспортом, потому что все-таки в нашем транспорте намного больше из авиации, чем из железнодорожного транспорта. И эта оценка действительно спровоцировала такой мощный эффект, в том числе мощный эффект инвестиций. Примерно тогда, я могу совпало, именно вот решение определенных вопросов, мы все говорили вам на вебинарах, и Анатолий Эдуардович также ожидает инвестицию от команды Франтишека Солара. То есть это инвестиция, могу сказать, первый транш будет 2-3 миллиона долларов, и, соответственно, потом будут несколько траншей таким же суммам, как минимум, а как максимум растущим, потому что Франтишек вовремя потер, так скажем, пальцем, когда были определенные проблемы, значок Республики Беларусь на Экотехнопарке, на нулевом километре, и все у него пошло хорошо. То есть мы не скрываем этого факта, и такой вот смех действительно радостный раздавался на конференции Словакии, на которой я не то что присутствовал, но был в качестве спикера на этих выходных, нет, на прошлых выходных. Я уже, если честно, даже теряюсь, дорогие друзья, в перемещениях. Вот привычная такая обстановка, несколько лет назад и сейчас абсолютно непривычная, когда мы ведем вебинар с Сергеем Анатольевичем из дома. Но я могу сказать, что уже сегодня ночью нужно будет отправиться в Европу для того, чтобы успеть на золотую колесницу, и также будут достаточно серьезные, мощные переговоры с азиатскими представителями. То есть это представители именно вьетнамской диаспоры, которые сами проживают, сами оригинальные, если взять, из Европы, то есть родились в Европе и долгое время прожили там, потом переместились в Азию, во Вьетнам. Но примечательно, дорогие друзья, что очень показательно к интересу наших инвестиций, то, что в предыдущий проект эти люди инвестировали по полмиллиона долларов. И сейчас они сказали, что мы вот здесь вот в проекте уверены, и вам необходимо будет ответить на наши некоторые вопросы. Я думаю, что вы понимаете, что из рук Сергея Анатольевича, ну и в принципе, также я ему буду помогать, никто не вырывался, и на все вопросы мы более чем ответим. Соответственно, постараемся очень сильно, не только чтобы это было событие именно как подкрепленной золотой колесницей, но и золотило нас со стороны Азии, то есть привлекло как минимум от человека по несколько сотен тысяч долларов. Я беру это самый минимум, дорогие друзья, потому что они реально в рисковый такой проект, который сейчас непонятно, как будет развиваться. То есть, ну, могу рассказать такую небольшую предысторию. Сделали монету и сейчас думают, к чему эту монету прикрепить. Но вот в этот проект инвестировали по полмиллиона долларов. Это разумные люди, это серьезные предприниматели, как традиционного бизнеса, так и сетевого бизнеса. И они сами вышли с нами на переговоры, дорогие друзья. То есть, абсолютно логично и правильно, что не мы кому-то стучимся, просимся на данном периоде этапа развития технологий Skyway, проекта Skyway, именно развития зао-струнной технологии. И я могу сказать, что произойдет до конца этого года удвоение, как минимум, зао-струнные технологии, недавно получили сертификат качества, международный сертификат качества ISO 9001, который говорит о том, что абсолютно, так скажем, по праву, сейчас можно заниматься деятельностью проектной и создавать именно международного качества техническую документацию, проектировать, строить и выполнять как функции заказчика, так и застройщика, и оказывать инженерные услуги вообще по комплексному направлению, как в строительстве, так и в техническом надзоре, что полностью соответствует требованиям Республики Беларуси, это стандарт ISO 9001-2009, и, соответственно, это можно уже приравнять к такому международному качеству. Несмотря на то, что наша компания, дорогие друзья, и всем говорите, всем передавайте эту благую весть, несмотря на то, что наша компания действительно является достаточно молодой, то есть менее пяти лет, это очень молодая корпорация, зеленая, некоторые называют корпорацию, у нас корпорация зеленая в прямом смысле этого слова, потому что мы экологичны, мы создаем не природу, какую-то не техногенную технологию, а именно природоподобную технологию, природосохранную технологию, дорогие друзья, об этом мы не раз говорили, и это подтверждает сейчас и международным сертификатом качества. Директор нормтест компании, которая именно организовывала сертификацию систем, менеджмента и вообще занимается этим в Республике Беларусь, так как они полностью аккредитованы, сказала, что она была действительно удивлена. Она была удивлена вам, к которому стремиться и которая достигла на сегодняшний день заостроенные технологии. То есть это действительно радует, что относится это не только к каким-то отдельным звеньям управления, к каким-то отдельным департаментам, но комплексно на всю корпорацию распространяется. И я могу сказать, что я сейчас провожу с различных индустрий переговоры и люди, которые совершенно не из транспортной, совершенно не из бизнес-среды, так скажем, а из того цифрового мира, цифровой экономики, которой заболел Владимир Владимирович, они, когда все это понимают и осознают, говорят о том, что как так, ребята, почему вы сейчас еще деньги не собрали? И мы говорим, что мы уже с 2014 года планомерно увеличиваем инвестиции, но мы не используем какие-то маркетинги, именно нагружающие систему, то есть я могу назвать такие маркетинг-планы как бинарные, мы используем простейшие и ненагружающие систему маркетинга, которая компенсируется именно теми затратами, которые обычно идут на рекламу. В юридическом плане у нас тоже все достаточно хорошо, и я могу сказать, дорогие друзья, что это подтверждено и это доказано на тех серьезных и жестких конференциях, которые у нас прошли за этот месяц, можно сказать, в Европе. То есть одну конференцию в Будапеште стоит вспомнить, потому что в принципе она бы не началась, если бы Сергей Анатольевич и Франтишек Солар не ответили на юридические вопросы, то есть присутствовали на громкой связи очень серьезные люди с правительства, и когда получили ответы на все вопросы, то, естественно, проснулось желание ты саму стать совладельцем компании Skyway, и далее уже началась уже в таком теплом именно в теплом окружении конференция в Будапеште, и я могу сказать очень мощный эффект от этой конференции, потому что мы наблюдаем сейчас рост инвестиций, обязательно проанализируем, насколько от Будапешта это зависело, насколько венгры инвестировали, но выходим на рекордные показатели в день, дорогие друзья, уже не просто в месяц, уже не просто там как раньше в два месяца, а в день, и стремимся побить эти рекордные показатели, уже достигли, я не сомневаюсь, что вполне возможно, что до конца этого месяца, до эко-фестиваля, до которого, дорогие друзья, осталось всего лишь считанные дни, это 9 дней, и действительно эту дату сейчас сотни тысяч людей ждут по всему миру, потому что примерно 4 тысячи людей будут присутствовать вообще на эко-фестивале, и я могу сказать, что сейчас решается для того, чтобы удовлетворить, так как в первую очередь Анатолий Эдуардович лично ставит задачи для того, чтобы то, что обещалось инвесторам и акционерам, выполнялось, и если даже кто-то говорит, что не поедет, что по причине того, что будут подвижные составы Skyway в неподвижном состоянии, то есть именно в статичном состоянии, дорогие друзья, даже этот вопрос решается, хотя это достаточно сложный был вопрос в плане урегулирования, в плане потому что нужно это все согласовать также не только далеко с топ-менеджментом зао струнной технологии, но и то есть решить внутри, но и вообще с внешними органами, в том числе Мариной Горки, в том числе вообще Республики Беларусь, потому что такого события Республика Беларусь, ну я могу сравнить с чемпионатом мира по хоккею и с какими-то такими международными концертами, международными фестивалями, дорогие друзья, осталось 9 дней до этого знаменательного события, именуемого Экофестивалем, и там будет показано очень много, я лично жду грузовое направление, я видел тележки, и Сергей Анатольевич видел соответственно уже в таком состоянии готовности грузовую технологию, потому что огромное количество проектов начнется именно в плане грузового направления, которое на таком предстарте, и я могу сказать, дорогие друзья, просто поток инвестиций хлынет, когда откроется грузовое направление, ну естественно это будут такие вот немножко отложенные инвестиции, но выстроиться в очередь, потому что эту проблему, проблема неосваиваемых на сегодняшний день месторождений, ни одна компания в мире решить не может, а мы это продемонстрируем на эко-фестивале, и соответственно я не могу сказать 100% уверенностью, что будет показано или не будет показано, потому что я лично нахожусь в таком информационном вакууме, такая вот у меня Skyway, именно я не буду сравнивать с какими-то такими терминами, как ломка и так далее, но действительно такая зависимость произошла уже в моем организме, в моем мировоззрении, в сознании, что хочется с каждой поездкой, с каждым приездом в Минск обязательно смотреть, а что же там произошло уже на Экотехнопарке, потому что я могу сказать, что действительно со сверхзвуковой скоростью развивается событие, и сейчас вот осталось 9 дней, я могу сказать, дорогие друзья, что 90%, 99% от себя даже могу дать, что все по графику и работники ЗАО струнной технологии работают именно дни и ночи, если это потребуется, потому что, дорогие друзья, нужно достичь того результата, который был поставлен, и назовите тот пример, который нами был не достигнут, то есть, если вспомнить Инотранс, Берлин, то действительно в рекордные сроки, за 3 месяца был рожден с нуля, просто с чертежей, с концепта Юнибайк, и, дорогие друзья, за 9 месяцев появился Юнибус, который был продемонстрирован уже вот совершенно недавно, то есть, это 14-местный подвижной состав, который уже двигается, который уже живет своей полноценной жизнью, и 28-местный подвижной состав был продемонстрирован в стационарном таком режиме именно на экофестивале. Можно будет зайти, сфотографироваться, мне лично не терпится зайти, сфотографироваться там, сделать селфи, потому что это уже такой более грандиозный подвижной состав для серьезной нагрузки, 28 человек, то есть, это, я могу сказать, очень серьезно даже для современного многомиллионника. И это оценили, естественно, индусы, это оценили Индонезе. Все это вы могли увидеть в репортаже Виктора Бабулина, именно такое широкое освещение, что же произошло в Индии и каким образом увенчалась результатами поездка в Индонезию. Я могу сказать, что Виктору Бабулину скорее всего скоро придется переместиться в Азию, потому что нужно контролировать все процессы не удаленно, а нужно быть там здесь сейчас, так скажем, чтобы взаимодействовать оперативно с юридической службой, чтобы оперативно вылетать в различные города Азии, потому что сейчас у нас все-таки чаша весов Skyway гласит о том, что развиваются адресные проекты в Азии, но привлекают инвестиции Европа. Они рекордсмены действительно по привлечению инвестиций, потому что у них адресные проекты пока что не так просто развивать, но я могу сказать, что зарегулированность она также пройдет, то есть эта болезнь зарегулированности обязательно также минует Европу и начнется именно серьезная реальная эпоха адресных проектов и в Европе. Но сейчас, дорогие друзья, это Индия, это Индонезия, во Вьетнаме мы будем прорабатывать проекты на высшем уровне, то есть вьетнамцы единственное сейчас немножко расстраиваются, но есть выходы, есть решение этой задачи, что они не могут выводить средства, несмотря на то, что очень-очень хотят инвестировать за пределы своей страны, такая же история у нас с Бразилией и с другими подобными странами, но есть решение, дорогие друзья, индивидуально с лидерами, мы их будем обсуждать, потому что ЕС действительно желают инвестировать и это группа таких вот именно квалифицированных институциональных, не побоюсь этого слова, инвесторов, да, мы сейчас взрастили пласт институциональных инвесторов, дорогие друзья, потому что это действительно профессионалы, это действительно такие коррекционного мира, сейчас они вначале входят по 100-200 несмотря на то, что у них за плечами многомиллиардное состояние и соответственно, как минимум они могут инвестировать легко, это от миллиона до 10 миллионов долларов, также ведем с Сергеем Анатольевичем продолжаются переговоры по потенциальным инвестициям, это очередные переговоры, примерно двое таких, две команды, это по потенциальному закрытию финансирования экотехнопарка, мы всегда и с осторожностью, и с интересом к этому относимся, потому что действительно уже много встречалось и аферистов на этом пути, и даже когда все, казалось бы, подготовлено, потом все заканчивается тем, что нужно подписать какой-то документ, поплатить страховку, и это является бизнесом этих людей, но очень приятно, что такие сейчас потенциальные стратегические инвесторы, в том числе созревают и среди наших акционеров, мы посмотрим, как будут развиваться события, но это, я могу сказать, что идет все фоном и далеко от неприоритетной, не стратегической задачи, потому что произойдет с помощью такого способа закрытие финансирования, произойдет значит таким способом, если не произойдет таким, значит произойдет другим, и что-то мне подсказывает, моя любимая фраза, дорогие друзья, что вполне возможно, что до конца этого года мы действительно сможем закрыть большую часть финансирования, если не всю, то чуть-чуть оставим на следующий год, и также навеяние именно такой вот именно новой экономики на упаковку именно в мир, в том числе и цифровой экономики, возможно, будет чуть-чуть оставлено, это все покажет премьерно, насколько у нас будет закрыт пул инвестиций и, соответственно, возможность входа в качестве совладельца именно компании головной, которая будет входить во все адресные проекты по всему миру, а такой возможности можно действительно только пожелать новичку, который сейчас присоединяется на тех этапах, когда ездит юнибайк, на тех этапах, когда уже ездит юнибус, на тех этапах, когда уже фактически готовится к первым метрам поездки грузовое направление нашей юнитраки, нашей юникары, и, дорогие друзья, это действительно заслуживает уважения, к той молодой корпорации, как и высказала уважение именно руководительница той компании, которая проводила аттестацию по ISO 9001-2009 норм ТЭС, Марина Акандраль, то есть она сказала, что в принципе она не сомневается, что вообще заострованные технологии в ближайшее время это станет как знак качества в транспортной индустрии, не только на территории Республики Беларусь, но и на международном рынке. Я в этом, дорогие друзья, нисколько не сомневаюсь, и только потому, что есть железобетонная уверенность именно в технологической составляющей. Я могу привести такой пример, тоже люблю очень аналогии Анатолия Эдуардовича, и Анатолий Эдуардович при вопросе ему о сравнении с магнитной левитации привел пример, что сложнее удерживать либо с помощью магнитного поля соответственно подвижной состав, многотонные десятки тонн подвижного состава, и затрачивать колоссальное количество электроэнергии, либо на опорах без затрата электроэнергии на создание магнитного поля, по опорам соответственно не десятки тонн весящий примерно максимум 2-3 тонны, если это юнибайк, это и того меньше, соответственно подвижной состав перемещается по струнным путевой структуре на опорах, и такой вот вопрос был, а что будет, если электричество отключится, и что будет, если будет проблема именно в сети в запитке электричества, магнитное поле отключится, что произойдет с этим подвижным составом, а что произойдет на скорости, дорогие друзья, это будет авария, и если даже просто будет висеть в воздухе, эта многотонная машина рухнет, и соответственно нужно будет ремонтировать и сам подвижной состав, не так дешево стоит подвижной состав, у нас же соответственно не стоит говорить отдельно вообще о понимании самой курии, километре, за участок дороги, а стоит сравнивать именно технологию Skyway как именно компанию, предоставляющую транспортную инфраструктурную услугу, и не только транспортную, дорогие друзья, мы будем предоставлять услуги на территории целых линейных городов, это будут умные города, это будут именно смарт-города, и дорогие друзья, будьте уверены, что Skyway всегда будет идти во много со всеми самыми современными веяниями, я когда рассказываю представителям с той стороны, которые не в теме транспорта, они говорят, ну вы уж слишком крутые, зачем вообще вам что-то еще, я говорю, мы должны расти, расти именно с тенденцией развития современного технологического мира, и соответственно не брать специалистов логика Анатолия Эдуардовича именно как изобретателя, основателя, основоположника, все это должно быть перенесено на любое направление, о котором мы будем говорить, то есть грубо говоря не нужно изобретать готовый калькулятор, лучше нанять свою команду, ввести ее именно в действие, в строй и соответственно создать уже не калькулятор на готовом шаблоне, а уже свой такой персональный компьютер, если не суперкомпьютер, дорогие друзья, то хотя бы персональный компьютер, хотя бы продемонстрировать, ну а потом как конвейер это все пойдет, это будет касаться каждого направления, дорогие друзья, в этом как бы моя железобетонная струнная уверенность, лично моя в развитии проекта, потому что действительно при переговорах это уверенность стопроцентная уверенность чувствует и иногда оппонент или партнер начинает тушеваться и думать как же может быть, что они настолько крутые, да, дорогие друзья, это так же, как когда-то мы начинали вот именно в сфере краудинвестинга, я могу назвать, что много проектов сейчас и схлопнулись, и закрылись, и сменились, и когда мы начинали как котята, мы знали, что мы станем тиграми, и мы ими стали, дорогие друзья, то есть сейчас мы привлекаем достаточно серьезный поток инвестиций и обеспечиваем именно компанию с колес для строительства, для реализации планов проекта Эко-технопарк, и когда мы это закончим, дорогие друзья, настанет время для новой работы наших структур, нашей сети, это соответственно я могу сказать следующее то, чем мы будем заниматься, развитие адресных проектов и финансирование различных направлений, то есть очень много вопросов задают, а что будет после того, как закроется финансирование, и пугаются этого случая, факта, что произойдет, если закроется финансирование головной компании, да, дорогие друзья, самая такая сладкая возможность будет упущена, но, как и на любой бирже, появится и далее вторичный рынок, и сейчас ведутся переговоры с рядом фондов, и когда с Надеждой Геннадьевной общались Косаревой с генеральным директором зао струнные технологии, это был факт относительно, я могу сказать, естественно, ничего точного нам не говорили, это произошло, когда прошлая поездка осуществилась членов правления Skyway Capital, то есть очень много планов, стратегий было обсуждено, и, дорогие друзья, я могу сказать, что уже присматриваются некоторые фонды для того, чтобы, когда произойдет закрытие финансирования головной компании, начать выкупать, это я не говорю про площадки, которые готовятся, это я говорю уже про таких матерых игроков, именно таких вот не динозавров индустрии, а именно быстрых леопардов, которые действительно схватят добычу и быстро ее растерзают, в хорошем плане этого слова, то есть растерзают с прибылью для нас всех и с ростом котировок будущих акций. Сейчас это не акции реальные, то есть сейчас это обязательство, и Франтишек Солар это все действительно виртуозно осветил на событии в Братиславе, когда показал юридическую схему буквально на пальцах, я рекомендую вам найти в Ютубе это видео, обязательно мы на следующих вебинарах нет, но обязательно мы вам дадим это видео и смотрите слушайте потому что там был перевод на русский язык и когда эта схема обкатана Франтишек буквально за 10-15 минут при каких-то таких вопросах новичков по юридическим моментам объясняет и все встает на свои места. Вот эта конференция которая была проведена непосредственно в Банской Быстрице то есть это такие вот регионы места очень приятные очень живописные Юра Сницкий который у нас один из первых топ экспертов появился в Skyway он вообще владелец этого отеля и настолько загорелся проектом что сделал топ эксперт с помощью своей стратегии конечно немножко не идущий в логику сетевой именно вот как бы такой но каждая стратегия она имеет смысл и главное что он сделал этот статус вот такое количество людей это дорогие друзья редкая конференция и такая закрепляющая конференция я могу сказать что десятки конференций между конференциями на которые приезжаем мы Сергеем Анатольевичем что касается Европы что касается наших структур они предшествуют и растет эта масса более того мы Сергеем Анатольевичем будем готовить инструменты вы так вот я думаю кто-то помнит что мы такой спонтанный вебинар проводили тренды инвестирования дай бог сейчас свободного времени чтобы выстроить этот конвейер эту платформу для оповещения новых участников что существует такой актуальный актуальнейший я бы сказал тренд инвестирования как проект Skyway и пожалуйста присмотритесь к нему и пожалуйста посмотрите ну а дорогие друзья 14 июня к нам непосредственно не то что присмотрелись не то что посмотрели на нас нас пригласили на такое очень серьезное мероприятие именно в научном мире республики Беларусь ну я могу сказать на международном уровне это семинар в национальной академии наук республики Беларусь то есть я могу сказать что вообще вот все представители именно кто планировал участвовать и лично Анатолий Эдуардович достаточно серьезно было волнение потому что как вас примут пригласили да но с какой целью может быть хотят что-то как бы спровоцировать и Анатолий Эдуардович очень сильно волновался мы в эти дни были непосредственно вот совещания с Skyway Capital с членами правления я могу сказать что извинялись очень сильно что именно в этот период попали потому что тоже достаточно спонтанно произошло это приглашение на семинар национальной академии наук но я могу сказать вот как начинался этот семинар с логотипов Skyway то есть это дорогого стоят дорогие друзья логотипы Skyway в национальной академии наук и что-то мне подсказывает это будет вообще по странам развиваться одна за другой то есть потом будет академия наук европейская какая-нибудь потом азиатская и логотипы Skyway с выступлениями как Антолия Эдуардовича так и Кирилла Бадулина так и Виктора Бабурина так и Надежды Геннадьевны Косаревой будут развиваться один за другим то есть это мое предположение потому что научный мир будет действительно признавать той или иной страны одна за другой то есть отвержений скорее всего дорогие друзья не будет потому что очевидное и доказанное отрицать абсолютно бесполезно и в начале были показаны ролики Skyway естественно я наблюдал за реакцией в зале наблюдал спиной даже за представителем университетов которые сидели я специально задержался на это мероприятие то есть благо у меня обратный билет не был взят ну я уже в принципе обратный билет когда приезжаю в Минск не беру на всякий случай если произойдет что-то очень важное и придется задержаться то есть это действительно такая практика возникла и как представитель член правления Skyway Capital то есть как только будет опубликован либо согласован возможность выкладывания материала Анатолий Эдуардович я могу сказать действительно давал виртуозно именно вот техническим языке фактически языке школьников физики шестого класса то есть действительно если бы школьники слушали Анатолия Эдуардовича они полностью бы погрузились в технологию и заинтересовались ею потому что действительно аргументы были виртуозно все объяснены и те нападки которые были они все были переведены в положительное русло но я могу сказать что это было достаточно серьезное испытание и такие вот как бы вещи происходили тот на доске у нас не писал фломастер совпадение так скажем но я могу сказать что сквозь тернии к звездам как всегда мы летим и реакция была сугубо положительной то есть полная поддержка Национальной Академии Наук если кто-то из университетов будет соответственно препятствовать если кто-то будет распространять ложь то будут наложены соответственно некоторые и требования прекратить это и в будущем и санкции и дорогие друзья это абсолютно заслуженно потому что то трехчасовое выступление которое посвятило три часа генерального конструктора поверьте мне они дорого стоят не дорого в плане денег а дорого в плане жизни проекта Skyway за три часа может быть действительно проведено очень много работы тем более сейчас в ходе подготовки к экофестивалю который состоится уже первого июля после девяти дней от текущего дня и дорогие друзья меня удивили и меня порадовали улыбнули такие моменты что задают такие вопросы представители транспортной индустрии представители железнодорожной индустрии мостостроения а что будет когда птичка сядет на струнный рельс и естественно вот вы видите реакцию именно одного руководителя национальной академии наук который вдали виднеется на этой фотографии специально вот такую фотографию привел это действительно вот реакция на вот такие попытки нападок попытки это понимаете такой научный экскурс это научный диспут каждый захотел повыделываться и нападки естественно на инженеры юницкого были и как я уже сказал полная поддержка национальной академии наук и уже то есть вот это и есть реакция это и есть заключительное заключительное заключение положительное цифра плюс сугубо цифра плюс я думаю что этого абсолютно достаточно потому что если были какие-то нападки если было отрицательное заключение то сразу мы бы увидели непосредственно и в средствах массовой информации и я могу сказать что дорогого стоит когда люди уже сединой на голове встают и говорят что я с Анатолием Эдуардовичем это вообще никак не было не подготовлено я думал что вот сейчас начнется панирование очередное и не успел приготовить телефон но Евгений Петров записал я думаю этот отзыв когда человек признается что работал с Анатолием Эдуардовичем ранее и действительно просто преклоняется снимает шляпу и действительно огромное уважение генеральному конструктору ныне зао струнные технологии так как именно почти 40 лет потребовалось чтобы пробить эти стены а эти стены были пробиты дорогие друзья с помощью народного финансирования с помощью краудинвестинга и об этом и Национальная Академия Наука и многие другие с кем ведется общение все об этом в курсе дорогие друзья и также вот с Украины представители вы из новостей видели которые Дарья рассказывала прибыли не скрывали что да у нас проект это наша гордость дорогие друзья что проект несмотря на то что многие проекты недофинансирования многие многие проекты так и будут простаивать и лежать на полках в виде предварительных макетов концептов технической документации я могу сказать что я не наблюдаю за проектом Дуйнова и не уверен что этот проект получит свое развитие потому что такого масштабирования рынка как Skyway я не предполагаю и очень печально дорогие друзья понятно что это диверсификация что отвлекаются наши активные люди с непосредственно моей структуры могу сказать ата-та-так что на посторонние проекты под именно активному участию как пассивные пожалуйста участвуйте но не нужно распыляться и отвлекаться если вы активный лидер от проекта Skyway потому что самое интересное начнется после закрытия финансирования и дорогие друзья если у вас допустим какой-то человек не в вашей структуре очень быстро этот человек будет занят потому что ему расскажут о компании которая уже имеет начало развития и строительства адресных проектов и через два с половиной года примерно будет готов от А и до Я первый адресный проект дорогие друзья естественно это зависит от многих факторов но вот такой пессимистичный прогноз имеется и дорогие друзья я могу сказать что это дорогого стоит никто никогда не делал транспортной индустрии действительно проекты настолько быстро дорогие друзья и это заслуживает того чтобы действительно Анатолий Эдуардович перед тем как препарировать технологию Skyway и как-то ее расчленять анализировать в технологическом аспекте в юридическом аспекте неважно в каком аспекте в любой стране вот я бы просто запись Академии Национальной Академии Наук дал бы и сказал бы вот смотрите слушайте и мне посчастливилось а также вот с руководителем системы автоматизированного управления дали ехать на метро потому что я не присутствовал на такой неофициальной части мне нужно было лететь ехать в аэропорт чтобы не опоздать на самолет и пообщался с Сергеем это руководитель именно департамента конструкторского бюро системы автоматизированного управления дорогие друзья у меня просто челюсть отпала что планируется в этом в этом конструкторском бюро то есть вот то что мы говорили что в каком-то плане в какой-то мере наши юнибайки юнибусы и даже охранные модули будут транспортными андроидами дорогие друзья вот это ничего не сказать если сказать только транспортный андроид то есть там уже продумывается не только машинное зрение не только система машинного обучения но и вплоть до таких вот зачатков искусственного интеллекта я не удивлюсь если из нашего отдела непосредственно вот заострованные технологии системы автоматизированного управления произойдет такое ответвление в будущем уже как направление холдинга как робототехника как вот сейчас бостон бостон технологис занимается и я могу сказать что это тоже достаточно перспективное направление но я спросил что планируется ли вообще делать что-то подобное поразил и действительно подтвердил ответ что нет в первую очередь это именно касается технологии Skyway без всяких систем искусственного интеллекта и так далее но именно в плане максимальной капитализации подвижных составов максимальной экономии максимальной применяемости сенсоров датчиков и так далее и дорогие друзья если кто-то пытается пришить третью руку к существующей индустрии я говорю про существующую автомобильную индустрию когда мы с вами перемещаемся уже на традиционных автомобилях существует традиционная автострада существуют традиционные русские дороги с колдобоинами с выбоинами и я про Челябинск могу сказать это потому что регулярно перемещаюсь и это действительно боль российского транспорта в первую очередь дороги и как-то вот на эту сферу уже существующую такую достаточно неперспективной к модернизации пришивать третью руку в виде беспилотных автомобилей в виде сенсоров датчиков и более того вбухивать огромное количество денег в эту сферу чтобы научить их водить автомобиль так же как водит автомобиль на сегодняшний день человек то есть изначально хотели датчики эти развивать как именно беспилотное максимально эффективное управление то есть вплоть до того что фактически вот так вот встает на парковку именно вот если заезжать гараж задним ходом автомобиль но современный человек так не будет вставать поэтому могут происходить аварии и много аспектов было освещено я рекомендую просто ознакомиться с новостями и вообще быть в курсе новостей головной комбинат была приведена статья что такое автопилот будущего будут ли жертвы либо обойдемся без жертв рекомендую к прочтению дорогие друзья и это действительно неправильно на мой взгляд сейчас уходить в индустрию 4.0 и попытаться перейти хотя бы на мобильность 4.0 на мобильность 5.0 они по определению не перейдут потому что нет решения нет решения выхода над землей нет решения унифицированной единой но отдельной инфраструктуры и соответственно никогда автомобиль не превратится в услугу сегодня я могу сказать что это вся индустрия веяния подтверждается новостями вот буквально сегодня меня также потрясла новость что руководитель убера уходит в отставку то есть там и проблема с акционерами но в первую очередь дорогие друзья я лично убер использую но чисто потому что действительно но это убер настолько стал глупить и тупить когда просто не знает что такая вот казусная ситуация у меня получилось я опоздал на рейс именно вот когда возвращался с Минска так как у меня были определенные еще встречи дела в Москве и убер меня не предупредил что на белорусском вокзале ведется строительство а у нас полностью по нашей инфраструктуре по представляемой услугой технологии Skyway будет полный мониторинг и полное знание а что же происходит на текущем метре миллиметре струнной дороги и путевой структуры и станции и вплоть до того что даже когда начнется возгорание либо просто какой-то агрессивно настроенный человек и система его распознает начнет как-то буянить на станции сразу же примутся меры дорогие друзья вот это вот логика действительно умного города умных станций умной услуги и перехода к умному государству то что дорогие друзья уже было показано именно как концепт переход к умному государству на выставке Smart Cities в Индии ну и в заключении я могу сказать дорогие друзья что такие вот новости что Литва вы помните чем знаменита Литва в Skyway тем что они отсрочили и многие люди спрашивают находят какие-то планы старые этапы да дорогие друзья Литва отсрочила развитие проекта Skyway примерно на год но что очень важно и действительно для нас является плюсом то та сумма которая была заморожена на счетах и когда Анатолий Эдуардович объявляли мошенником чуть ли не преступником международного уровня когда не хотели выпускать из аэропорта и благо что семье Юницких удалось избежать вот этого действительно процесса который абсолютно нарушил бы все нормы человеческого права и уже переехать в Республику Беларусь чтобы там организовать в 2014 2015 году непосредственно КБ первым работником которого был именно Анатолий Эдуардович Юницкий и я могу сказать что даже вот тот факт что счета были заморожены даже тут нам судьба благоволит дорогие друзья потому что мы использовали Литву не они нас использовали мы фактически использовали как хранение денег вот ситуация так показывает потому что курс увеличился курс евро увеличился и соответственно та сумма которая после судебных разбирательств будет возвращаться эта сумма разморожена то есть об этом специальные новости будут попубликованы она будет по увеличенному курсу еще непосредственно нам возмещена то есть от этого только плюс дорогие друзья хотя ничего не делали просто отпустили эту ситуацию естественно отработали юристы и так далее но даже тут нам действительно улыбается судьба и это путь скайвей это небесная дорога когда во всем светит солнце когда на экотехнопарке нет дождя дорогие друзья и когда действительно все случайности случаются даже неприятные случайности для улучшения модернизации технологии для нахождения новых рынков и многие спрашивают дорогие друзья что произошло на выходных этих я не имею права говорить до непосредственно официальных новостей и в силу своей загруженности не всегда я имею возможность читать комментарии в социальных сетях но возможно это было как-то но высшие представители властей присутствовали на этих выходных на экотехнопарке был получен полный зеленый свет дорогие друзья и сейчас я могу только предположить что будет после экофеста но что-то мне подсказывает что все звезды складываются таким образом чтобы после экофеста неизвестно мне когда и не спрашивайте на эту дату я положительного ответа не дам чтобы подготовить визит самого президента республики Беларусь на территорию экотехнопарка и это дорогие друзья также абсолютно логично потому что тот факт что действительно я люблю такое слово как полюбил недавно как генезис то есть именно начало ядро то есть самые первые шаги Skyway в новейшей истории начинает именно с территории республики Беларусь и я не удивлюсь если республика Беларусь именно выдав землю и дальше на гиперскорости у нас есть гиперскоростной транспорт далее будет масштабировать поддерживать не в плане финансов а в плане именно корректировки каких-то моментов юридического плана законодательства легитимности краудинвестинга и так далее чтобы Skyway действительно просто комфортно развиваться и чтобы Skyway никто не мешал и я не удивлюсь что это станет новой силиконовой долиной и Марину Горку назовут уже совершенно другими именами ну и так вот как бы предвосхищая опять же новостей не было но очень связано название улицы которая названа и это тоже очень серьезный шаг что название улицы непосредственно экотехнопарки оно связано непосредственно с нашей космической программой и это также я думаю будет дано в официальных новостях это связано с звездной дорогой это связано созвучно со звездный путь и дорогие друзья это соответственно будет название улицы на территории города Марина Горка что касается нашей технологии что касается именно родины Skyway под названием экотехнопарк в республике Беларуси Виктор Бабурин предлагал такие названия как такие я тоже считаю достаточно интересные названия как улица мировой транспортной революции но дорогие друзья мы не делаем революцию революция она предполагает все-таки какие-то жертвы мы делаем все-таки эволюцию и мы ни с кем не воюем мы никому не противоречим но дорогие друзья кто будет оскаливаться против Skyway соответственно будет заслуженно получать тумаки и встречать какие-то неприятности в своей жизни так показывает практика дорогие друзья не мы придумали наверное эти правила наверное это действительно богоугодная технология почему наверное потому что этого никто не знает но дорогие друзья я думаю что по праву мы получим золотую колесницу я абсолютно в этом не сомневаюсь и пройдем по ковровой дорожке оскара в мире транспортных индустрий потому что уже более 4050 людей по всему миру строят Skyway спасают планету и дают дорогу мирно-транснету каждый день и это количество увеличивается я могу сказать что такие моменты как не хватило места на конференции то есть у нас уже на конференцию Skyway Capital на 2 июля все места забиты то есть сейчас мне пишут в WhatsApp Viber и наши иностранные гости я говорю уже к сожалению все сидячие места заняты то есть всегда рады можете войти доставлять будем стулья как обычно как это было на конференции в Будапеште но может так получится что стулья даже доставленных не хватит и придется просто стоять в этом реале нашего проекта так что дорогие друзья поповещайте всех и пускай они запрыгивают на набирающую скорость юнилет в который уже после закрытия финансирования после возможности входа отсутствия возможности входа финансирования корневой компании такой возможности уже не будет поэтому успевайте забегать в юнилеты едет юнибус пока едет юнибайк потому что мы отправляемся что-то мне подсказывает в этом году максимум в следующем году если вдруг не доберем финансирования но это никак не отразится на этапы это могу сказать со струнной железобетонной уверенностью потому что так показывает развитие проекта и развитие компании Skyway строй Skyway спасай планету дорогие друзья до скорых встреч вечерний вебинар будет я его проведу непосредственно вместо международного вебинара несмотря на то что буквально там через час через два часа мне нужно будет выезжать в аэропорт но дорогие друзья первым делом первым делом юнилеты ну а все остальное потом самолет потом только после вебинара всем счастливо с ней сподзор у лед упра н но и в то что вы Продолжение следует...